В год памяти и славы районные музеи обновляют свои экспозиции, посвященные подвигу наших солдат в годы Великой Отечественной войны. В музее Бичурин и современность в Кугесях есть зал боевой славы. Создавали его местные жители. Среди 61 героя Советского Союза, уроженцев Чувашии, двое из них наши земляки. В качестве эксклюзива – трофеи, привезенные жителями с войны. Сначала оружие с патронами хранились дома и были предметом гордости. Их показывали гостям. Спустя время трофеи стали частью памяти о фронтовых годах и приобрели статус музейных экспонатов. Зал был открыт еще в 1985 году, в честь 40-летия Победы. Весомый вклад в пополнение фондов внес Леонид Павлов. Здесь хранятся некоторые вещи его брата. Ну, что он привез? Единственное, подшлемник так называется. Это немцы под каской носили, подшлемник, шумпол от немецкой винтовки. Еще кое-какие предметы. Значительное место в экспозиции занимает стенд, посвященный Якову Николаеву. В самые первые дни войны он попал в плен, но сумел сбежать и продолжил борьбу уже в тылу противника. Немцы называли его коротко – Чуваш. В 1966 году он был посмертно награжден Орденом Красного Знамени. О его судьбе родные долго ничего не знали. А на родине жена получила весточку о том, что он пропал без вести. И долгие 20 с лишним лет он считался в числе пропавших без вести. И только в 1965 году, благодаря нашим журналистам, выяснили, что партизан Чуваш – это Яков Николаевич Николаев. Он не пропал без вести, а он героически отражал нападки врага в числе партизан на территории Польши. В годы войны в Чувашию были эвакуированы дети из регионов, попавших под оккупацию. До самой победы они жили в детских домах и приютивших их семьях. Записи об этой странице и истории тоже есть в Зале боевой славы. В Чебоксарском районе эвакуированы детей из блокадного Ленинграда, из Литвы, Латвии, Эстонии. Приняли детей два детских дома. В Кугейском детском доме эти дети воспитывались, и также в Вишахском детском доме. В 1943 году по дороге жизни по Ладожскому озеру в Чувашию привезли в августе месяце 400 ленинградских детей. 120 из них поселили в Вишахском детском доме. Каждый стенд – это напоминание молодым о подвигах их дедов и прадедов. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.